Идеально просто. Вот такая вот хорошая закладочка. Доску накрываем. Гнилой вот этот. В Екатеринбурге наш земляк, известный пранкер-еврей, который раньше постоянно работал в дуэте с Джекой, неожиданно переквалифицировался, прикиньте, в наркокладовщика. Кто-то скажет, какой ужас. Вот до чего коронавирусная жизнь человека довела. Но, сами понимаете, все это было сказано заради красного словца для заманухи. Конечно, еврей стал не наркокладовщиком, а как бы наркокладовщиком. Вместо наркоты он засунул вклад сосательные конфеты. Это сразу такое объяснение на берегу для тех, кто напрягся. Сейчас размотаю вам и покажу, что здесь находится. Вот. Посмотрите. Обычная сосательная конфетка. Вот. Вот так. Ну, съешь ее, может. Можно в рот взять пососать. Я такое не люблю. Кто-то спросит, а нафига еврей стал делать сосательные клады? О, друзья, это вопрос по существу. Дело в том, что пранкеры, Джека и еврей из фонда по борьбе с мошенничеством решили расширить горизонты и освоить новую тему. Наркоторговлю. Ну, понятно, что с последующим саморазоблачением и назиданием. И, друзья, пожалуйста, не лезьте в эту тему. А то тут не то, что мне. Тут твоей маме будет за тебя стыдно. Может, это и сын его, или дочка такой. В принципе, идея у пранкеров была любопытная. Заявиться в интерсети как бы наркомагазином, нанять на работу наркокладовщика, дать ему задание, поймать складом и... Ну, а что и? Ну, конечно, не наказать. Таких полномочий у пранкеров нет, тем более, если речь идет о сосательных конфетах. Но напугать, что в следующий раз кладовщик не стал искать работу в настоящем интернет-наркомагазине. О том, как Жека с помощью Даркнета организовывал типа как бы наркомагазин, мы рассказывать не имеем права. Ну, чтобы это кем-нибудь не было воспринято как руководство к действию и инструкция по эксплуатации. Но если в общих чертах, то Жека с помощью спама разослал в сети сотням людей до 25 лет и ищущих работу предложение устроиться наркокладовщиком. Какой итог? Из нескольких сотен предложений в Телеграм мне написало всего 7 человек. Сотнями, просто пачками отправлял, рассылал 7 человек. Слушайте, я даже рад, что у нас малыш не такая конченная. По ходу дела из 7 ответивших большинство отклеилось, но один клиент согласился на условия Жеки. Для трудоустройства на работу, за которую можно сесть вплоть до пожизненного, в зависимости от веса, согласившийся клиент, назовем его условно Игорь, прислал Жеки свое фото и 2,5 тысячи рублей залога за первую закладку. Он мог прислать любую фотографию, но прислал свою, что говорит о его явном слабоумии. Ну, как будто бы он решил устроиться не наркобарыгой, а клерком в контору. Главной фишечкой этой пранкерской операции стал мобильник, переданный Игорю со специальным приложением, с помощью которого Жека мог определять координаты кладовщика, фотографировать его и подслушивать его разговоры. Ну, а дальше проще. Еврей организовал в лесочке как бы нарко-нычку. Этакий леденец-кладенец. На следующий день еврей с самого утра поехал прятать новый мастер-клад для нашего закладчика, который тот, в свою очередь, должен будет разложить по району. Все свертки, все 10 штук. Вот дорога, тропинка идет, а мы в лесочке спрячем. Я даже вот здесь беру, я сейчас вот так откопаю, сделаю прикоп. Пять свертков в одну перчатку, пять в другую перчатку кладем. Вот туда в мешочек. Сейчас замотаем, спрячем. И сюда спрячем, спрячем. Все, и сейчас обратно делаем подкоп. Закопкает. Далее, как в стандартном наркомагазине, Жека сбросил кладовщику координаты наркоклада, и на следующий день тот вышел на работу. Забрал закладку, и в этот момент по замыслу, еврей должен был клиента в лесу поймать, ну и типа пожурить. Как же так, ай-яй-яй, такой молодой, овляпался в такую гнилую историю, а если бы не я, а полицейские тебя сейчас приделали с весом, ты отплыл бы на зону, поломал свою молодую жизнь, а кстись Игорь. Ну, видимо, такие слова должен был сказать еврей клиенту, но тот тупо сбежал. А похожий он. Тихо, 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 тихо. Погоди. Синие штаны, черная кофта, рюкзак на спине. Давай, 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 давай. Тихо, 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 тихо. Эй, стой! Ага, догоню, догоню я, рюкзак. А! Не побежал за ним? Он убежал, он услышал, что я заорал. Он убежал. С помощью телефона, оснащенного спецприложением, Жека знал, в каком доме живет кладовщик Игорь и отправил к нему во двор еврея. И вот он, апофеоз, долгоиграющий пранкерской операции. Привет, погоди, поговорить надо. Какой серьезный. Потому что по лесу бегал час назад, сейчас с серьезным лицом идешь. Постой! Постой, смотри. Что тебе надо, блин? Тебя надо, поговорить с тобой надо. От этого вообще надо. Ты парень молодой, ты на это пошел работать кладменом. У тебя вообще где? Такие, по лесу бегал час назад, мы за тобой следили. Какой, блядь? Вот это узнаешь? Вот это, твое? Ты че? Стаси разговаривает. Телефон проверь. Там тебе сообщение должно прийти. Какой-то он слегка нервный, забитый и злой. Казалось бы, все пропало. Клиент, как говорится, снял гипс, никакого вразумления толком он не получил и даже не понял, что это был развод. То есть в следующий раз он сможет устроиться в настоящий наркомагаз и при его умственных способностях попасться с кладом и сесть надолго. Но пранкеры слишком сильно заморочились для этого розыгрыша, чтобы вот так просто отвалиться от темы. И Жека написал Игорю сообщение в его волшебный всеслышащий телефончик. Для убедительности Жека воспользовался информацией, подслушанной во время разговора кладовщика с приятелем, где Игорь жаловался, что его подружка Ксюша отказала ему в интиме, потому что у нее папка откинулся с кичи. Я тут же ему написал в телеграме. Поговори с парнем, что во дворе был. Зачем? Кто он? Я с вами вроде о работе договаривался. Что вообще происходит? Он тебе все расскажет и покажет, во что ты вляпался. Во что я вляпался? Кто что докажет? Кто мне аванс вернет 2500? Друг твой! Я свою работу сделал, что не так? Если ты хочешь дать заднюю, то знай, ты вляпался в наркобизнес и отсюда просто так не уходят. Иди и поговори с ним. Я тогда тебе твою звонилку не верну, у меня вся инфа тут, я тебя сдам. Звонилка тебя и выдала, и хату твою. Почему думаешь, они тебя в дворе твоем ждали? Ты пошел работать закладчиком? Значит, ты по умолчанию... Ты знаешь, с кем общаешься? Нет. Отец Ксюши я. Как ты знаешь, откинулся недавно, и с тобой по закону никто говорить не станет. Я надеюсь, этот момент должен на него повлиять, но надо же как-то использовать все то, что мы о нем узнали. Да ладно, что ты петушара гонишь? Откуда такая инфа? Слышь, следили за мной что ли? Я сейчас у Ксении возьму просто твой номер, и мы с тобой нормально пообщаемся. Ты там как раз с друзьями вечерком собирался повидаться, и вот мы тоже подойдем. Этаж, квартиру говори, мы зайдем к тебе. Да пошли вы на! Больше в сети он не появлялся, и телефон я его уже отследить не мог. Что он с ним сделал, с нашим смартфоном, с нашим LG-шечкой, неизвестно. Но думаю, натерпелся парень за этот день прилично. Еще будет некоторое время жить в страхе и обходить Ксюшу и его батю стороной. Ну и правильно, он мог онорваться на более серьезные проблемы, так что, надеюсь, это ему послужит хорошим уроком. А если все-таки он ничего не понял, ну, значит, отправится на зону, где ему и место. И, пожалуйста, никогда не попадайтесь на уловки мошенников. Ну и, конечно же, не лезьте в эту тему. Вот не надо работать, не надо там ничего покупать. Не надо. И мне тогда не будет за вас стыдно. Увидимся еще с вами в интернете. Если вас не поймают и не посадят, или меня за такие съемочки. Всем пока.